Горбатый, ушастый мыльница. Каких только шутливых прозвищ не давали запорожцу. А сколько существует анекдотов на эту тему? Чем не доказательство народной любви? О чуде советского автопрома помнят и сейчас. В субботу в Иванове состоялся необычный автопробег. По городу прокатилась колонна автомобилей, сплошь состоящая из запорожцев. Событие-то в Иванове проходит впервые и неизвестно повторится ли когда-нибудь. Движение любителей автомобилей ЗАС по традиции открывает и закрывает летний сезон автопробегом по новому городу. На этот раз маршрут построен в Иваново. Сегодня 18 машин приехало. Люди приехали там из Воронежа, Тула, Московской области, из Москвы очень много. Кострома, Владимир, Ковров, Владимирская область. Ну и я из Иваново. Максим единственный ивановский участник ЗАС движения. Его запорожец с 1964 года выпуска раритетный и собственноручно восстановленный. Теперь он не просто выглядит как новый, но и ездит. В основном все родное, покрашено, все детали отмыты, отреставрированы, доведены. Практически идеалы. Ну и езжу. Я все лето на нем как бы ездил по городу. И все, в общем, большинство здесь, народу, они все ездят там у себя в городе. Как бы катаются очень много по выставкам и катаемся. Выставки – это еще не предел для этих пенсионеров автопрома. Некоторые из запорожцев и на гоночной трассе дают прикурить новым иномаркам. Хотя это уже далеко не тот заводской ЗАС. Рекорд спортивного дедули – 160 км в час. Эта машина строилась под Кубок России по ралли. Сейчас там стоит мотор где-то в районе 120 сил. Проехали две гонки. В следующем году поедем уже Кубок в зачете. Будем бороться за призы. Они такие разные, но все они запорожцы. Автомобили ЗАС выпускают с 60-го года. В разное время «Запорожец» выглядел по-разному. В Иваново съехались порядка 20 автомобилей почти всех эпох производства и вариаций, чем очень удивили и порадовали случайных прохожих и встречных автомобилистов.